Здравствуйте, в эфире телекомпания Волга, специальный проект ГАЗ Русской Машины. У нас сегодня необычный гость, главный специалист по хирургии Приволжского окружного медицинского центра Владимир Загайнов. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Евгеньевич, вы когда-нибудь хотели побывать на ГАЗе? Ну, в общем, да, от работы завода зависит жизнь очень многих людей. А мы медицина, и в общем и целом мы связаны с народом, и как живет народ, так живет и мы. Это первая часть. А вторая, наверное, очень интересная, почему я с удовольствием принял ваше приглашение, потому что мой дед строил автозавод и всю жизнь здесь работал. А где работал ваш дедушка? Мой дед работал с самого начала на строительстве автозавода, он строил его и затем работал в литейном цехе. Ну, давайте посмотрим, как сейчас ГАЗ выглядит, который строил в том числе и ваш дедушка. Давайте посмотрим. Мы сейчас с вами находимся в цехе сварки. И дальше нам экскурсию поведет Павел Среда. Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала предлагаю надеть очки. Спасибо. Техника безопасности. Ну, у меня лучше всего она заранее. Здесь у нас общая площадь цеха составляет 28 тысяч квадратных метров. Здесь мы собираем кузова автомобилей «Газель Бизнес» и автомобилей «Газель Некст». Здесь справа мы видим наш новый сварочный комплекс, который сегодня олицетворяет наш прогресс, наш новый продукт, наши новые технологические процессы. И мы видим здесь сегодня, что в данной линии мы варим наше самое новое, последнее семейство – автомобиль «Газель Некст Фурго». А вот в наше время, скажем так, при стоимости рабочей силы все равно выгодим долгой за счет качества только? Ну, вот для этой линии уровень автоматизации составляет 75 процессов. 75? Да. Для каких-то процессов выгоднее, конечно, полная автоматизация, для каких-то выгоднее ручная сварка. Сразу думаешь про свою хирургию. У нас в основном 100% ручной труд, к сожалению. А может быть, и чаще, и кто знает. Но это вообще, конечно… Ну, автомобили, безусловно, становятся умнее, но пока в человека не превратились. Если мы говорим о этом комплексе, то здесь порядка 100 роботов. Это роботы различных типов. Роботы-транспортировщики, сварочные роботы, зафланцовка и клеевые роботы. А как варит принцип? Идет ток, подается в электрон. И проволока. Идет, да, плавится металл, он его зажимает, держит, ждет кристаллизации. Ну, нет, несколько секунд. Кристаллизация прошла, и клещи отпускаются. Владимир Евгеньевич, мы находимся сейчас у главного кондуктора, и у вас есть возможность его сейчас запустить в работу. Для того, чтобы сейчас запустить главный кондуктор, вам нужно нажать на зеленую кнопку, и потом нажать на оранжевую кнопку. Нажимайте. Сбросы шерпи. Вот, смотрите. Вот, пошла работа. Пускай здесь идет спальня боковин. Основание. Вот на этой операции сейчас будет подано. Вот идет закладка перед главным кондуктором. Какая же операция с той стороны идет? Да. Две боковины? Да, да, да. В зависимости от типа кузова, робот берет ту боковину, которая пришла к нему на... Ну, последовательность ведь все равно задает главный компьютер, наверное. Безусловно. Ну, он знает, какая должна подойти сейчас та или иная модификация, и в зависимости от этого берет ту боковину, которая... Совершенно фантастический размахунь и в одном небольшом месте. Вы абсолютно правы, потому что, обратите внимание, сварочные клещи, у них вынос до полутора метров. То есть сегодня робот может клещами дотянуться до самых дальних точек сварочных. В производственных процессах на нижегородской площадке группы «Газ» задействовано почти 600 промышленных роботов. Большая часть обслуживает линии сварки кузовов и кабин коммерческих автомобилей. Такое сварочное оборудование обеспечивает высокую точность производственного процесса. Для сравнения, погрешность работы, выполненной сварочными клещами первого поколения, составляла 1 мм. Сегодня погрешность не более 0,02 мм. Павел, мы сменили локацию, где сейчас находимся? Мы находимся в цехе сварки кабин. Здесь, мое личное мнение, это более сложный был проект для газа. Здесь сегодня мы варим до 18 типов различных кузовов. 18? Да, и все это делается на одном участке. Здесь сложность конкретно в этом цеху была связана с тем, что нам пришлось встраиваться в действующее производство. Не останавливая. Не останавливая, работая линейно. Как вы видите, пришлось задействовать практически всю площадь цеха. Поэтому, видите, кузова идут на нескольких уровнях. Видите, насколько низко по сравнению с тем, где мы были. Обратите внимание, мы видим здесь сразу несколько типов кузовов. Это газон, а вот Урал. Далее газель бизнес. За вашей спиной как раз вот эта линия, которая сегодня способна различные типы кузовов в автоматическом режиме определять тип кузова. В зависимости от этого подбирать ту или иную боковину, крышу, основание. И сегодня здесь реализована, по сути, концепция гибкого производства на очень ограниченном пространстве. Нажимайте, пожалуйста, вот на оранжевую кнопочку. Да, и запустится вот та позиция. Как вы видите, робот работает в нескольких плоскостях для того, чтобы дотянуться до каких-то удаленных сварочных точек. В целом на автомобиле до 6 тысяч сварочных точек, в целом, на кузове. Сколько кузовов в сутки может собираться? Ну, с учетом того, что сход с конвейера 360 автомобилей в сутки, здесь половина кузовов идет от кабины. Поэтому, ну, считайте, это 150-160 кузовов. А максимально. Здесь все мощности созданы под 80 тысяч кузовов. В трехсменном режиме. В этом цеху сколько у вас рабочих? Непосредственно в этом цеху, в кабинах, работает около 150 человек. 150 кузовов. Средний возраст 37 лет. 37 лет. У вас есть, извиняюсь, какие-то системы повышения квалификации? Вот у нас в медицине раз в 5 лет ты должен пройти некий такой учебный апгрейд, чтобы получить сертификат, разрешение. У вас есть какие-то рамки вот такие? Первое, при приемную работу, рабочий не может прийти на конвейер, не пройдя через наш учебный центр. В прошлом программе у нас был учебный центр как раз. Да, ну это как раз в этом учебном центре это все и происходит. Потом, существует так называемое обучение рабочему стандарту. И помимо изменения стандарта, проходит аудит и переобучение. Владимир Евгеньевич, ну все, что знал, все рассказал вам. Ну нет, я думаю не все, конечно. Но в общем целом спасибо большое. Очень интересно было. Впечатлений, наверное, самых больших два. Значит, первое впечатление я действительно с удовольствием увидел, что, ну, наверное, у нас не все потеряно. Поскольку все-таки автомобилестроение есть отражение экономики. А мы зависим от экономики медицины. Это первое впечатление. И, конечно, все это очень интересно. А второе хорошее впечатление, это с вами познакомиться. Приятно видеть хороших, грамотных людей. У нас кадровый голод, по-моему, большой. И все, наверное, на автозаводе здесь. Спасибо. Спасибо. В цехе сварки кабин задействованы сварочные роботы и роботы-манипуляторы, которые быстро и точно в определенно заданном порядке перемещают тяжелые детали для сварки. Грузоподъемность здесь варьируется от 150 до 300 килограмм. А на участках сварки боковин, основания, кузова и сборки сварки дверей установлены современные роботы грузоподъемностью до 700 килограммов. Готовые фургоны сразу же отправляются на окраску. Эта операция проводится в новом комплексе, оснащенном оборудованием «Айзенман». Об этом цехе расскажем в следующем выпуске. Это был спецпроект «Газ. Русские машины». В следующей программе мы обязательно продолжим знакомство с легендарным Горьковским автомобильным заводом. «Газ. Русские машины»